МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Большинство научно-фантастических романов 60-х годов для современных молодых людей – это рассказ о настоящем. Верите ли вы в то, что города из мультфильмов о будущем, которые смотрят наши дети, когда-то так же станут реальными? Через территорию Мытищинского района проходит не одна автомагистраль. В их числе и Ярославское шоссе – начало федеральной трассы М-8 Холмогоры, соединяющей столицу и Северодвинск – город на берегу Белого моря. Сегодня Ярославское шоссе считается одним из лучших. Однако изменения, которые оно претерпело на рубеже веков до конца, не решили проблему всех больших городов. Автомобилисты здесь по-прежнему страдают из-за пробок в часы пик. Планируется ли продолжить реконструкцию Ярославского шоссе? Как это отразится на жителях Мытищинского района? Об этом сегодня в программе «Строительный день». Собираясь на работу, мытищинцы уже давно интересуются как погодой, так и ситуацией на дорогах. Они не только хотят знать, нужно ли сегодня брать с собой зонт, но и прикинуть, сколько времени на этот раз придется провести в пути. В начале 21 века обстановка на участке Ярославского шоссе от кольцевой автодороги до города Королева считалась самой напряженной в Московской области. Сообщения о пробках напоминали сводки с поля боя. Ширина проезжей части стала мала для растущего год от года транспортного потока. Затрудняют движение и светофоры, установленные на поворотах в города Мытищи и Королев. Поэтому заторы на въездах в них были круглосуточно. Строительство транспортных развязок, призванных обеспечить свободный въезд в Мытище на Олимпийский проспект и в Королев на улицу Пионерскую, возобновилось после многолетнего перерыва в 2005 году. Проект также предусматривал расширение участка Ярославского шоссе между эстакадами до пяти полос в каждую сторону, реконструкцию моста через реку Яузу, строительство надземных пешеходных переходов и установку шумозащитных экранов. Поддерживать заданный темп было непросто. Вдоль Ярославского шоссе расположены частные дома, гаражи, торговые предприятия, а также действующие коммуникации. Эти объекты было необходимо убрать со стройплощадки. Дополнительных затрат потребовало и желание архитекторов сохранить открывающийся с Ярославки вид на церковь Владимирской иконы Божьей Матери. Участок дороги, перелегающий к ней, пришлось опустить на пять метров, чтобы Мытищинская эстакада не закрыла святыню, возведенную нашими предками в 1713 году. Но планы строителей все же были нарушены. Вмешался осенний снегопад. Торжественное открытие развязки на повороте в город Королев перенесли с начала на конец ноября 2007 года. Развязка, соединившая Ярославское шоссе с Олимпийским проспектом, была готова к эксплуатации, как и планировалось в сентябре 2008 года. Теперь автомобилисты, направляющиеся в Мытищи и Королев, не стоят часами в ожидании разрешающего сигнала светофора. Однако сейчас обстановку на Ярославском шоссе с натяжкой можно назвать благополучной. Мой коллега Павел Филимендиков живет в городе Королеве, но на работу в Мытище предпочитает добираться не наличному авто, а общественным транспортом. Но сегодня он по моей просьбе сядет за руль и покажет, каково это утром передвигаться по Ярославке. Через эстакаду съезжаем с улицы Пионерской на Ярославское шоссе. Сколько по времени, если нет пробок на дороге занимает, дорога на машине? Если вообще пробки нет никакой, то, не знаю, минут 15-20. Если вообще пробок нет? Вообще, но такое редко бывает, когда нет пробки. А вот в обычном режиме сколько ты добираешься до работы по времени? Обычный режим 30-40 минут. То есть практически в 2-2,5 раза больше, да? Да, почти, да. Засекаем время. Часы на приборной панели показывают 10-50. Паша, а где обычно приходится стоять? Ну, естественно, стоим мы на Ярославском шоссе при въезде в Мытище. Ну, точнее, не в Мытище, а от Мытищ пробка начинается в Москву. И там стоим. Из-за этого, да, и на въезде в Мытище получается тоже пробочка? Да, потому что народ, ну, не половина, но какая-то часть народа сворачивает на Мытище и пытается через Волковское шоссе въехать в Москву, через Оставовское. И, соответственно, объезжает эту пробку. И отсюда пробка в Мытищах начинает. Ну, смотри, вроде бы здесь вот этот участок, да, его реконструировали, расширили. Тут, по-моему, поскольку по 5 полос, да, в каждую сторону для движения. А почему происходит такое, что все равно пробка? Ну, тут пробка, в общем-то, из-за этого узкого горлышка, который начинается от Мытищ и до Мыкада. Сужение до трех полос, но три полосы уже даже не спасают. Вот сейчас даже они тоже стоят. Проект реконструкции участка Ярославского шоссе от Кольцевой автодороги до моста через реку Яузу уже готов. Проезжая часть будет расширена до пяти полос в каждую сторону. На своем месте останется только автозаправочная станция. Под снос готовятся строения, расположенные слева от дороги. Уже расселены четыре дома на заводской улице. Отдельная полоса для общественного транспорта, надземные пешеходные переходы и шумозащитные экраны сделают дорогу удобной не только для автомобилистов. Когда начнутся работы, когда они закончатся? Практически на сегодня проектная документация выполнена. Она прошла государственную экспертизу. На 2012 год заложено в Центр автодории средства на перенос коммуникаций и частичное отселение жителей. В июле месяце пройдет аукцион по генеральному подрядчику. И в 2013 и 2014, в 2013 полным ходом будут работы и в 2014 окончание работы. Через два года еще одна транспортная развязка соединит город Матищ с Ярославским шоссе. Улица Фрунзе станет в три раза шире. Хозяева частных домов, расположенных в зоне строительства, либо уже давно сменили место жительства, либо ждут свою очередь на отселение. Это разворот будет в случае, кто-то проехал кольцовую дорогу, развернуться. Они в правом ряде уходят на эстакаду. И по эстакаде пошли по улице Фрунзе, подъезжают к железной дороге. У железной дороги на кругу разворачиваются, кому надо, и возвращаются обратно. Кому надо в Москву, они уходят, вот по этому радиусу в Москву возвратились. Кому надо поехать, если в перспективе отсюда, вот со всей перловки в Сергиево-Пасад, они поднимаются на эстакаду. С эстакады вот выезжают обратно по радиусу и уходят на Сергиево-Пасад. Это очень удобно. Соответственно, на эту развязку, то у Мэтищи, Сергиево-Пасад, вот они едут, уходят на этом радиусе и здесь стыкуются. Сегодня уже у этого круга на улице Фрунзе практически городское поселение вовсю проектирует туннель через железную дорогу. Туннель под железной дорогой появится в 2015 году между станциями Перловская и Мэтищем. Он свяжет улицы Фрунзе и Мира. Новую развязку особенно оценят жители центральных микрорайонов. Им не придется толкаться в городских пробках, чтобы через Олимпийский проспект выехать на Ярославку. Ближе к кольцевой автодороге будут закрыты все выезды на шоссе, кроме двух. С улицы Пограничной и Первой Вокзальной. А здесь они будут сходиться, подъезжать к дороге, которая будет за шумозащитной стенкой. Все машины сюда приехали, потом выезжают вот сюда, а потом только попадают на дорогу. Понятно, тут будет небольшая такая дорожка. Дорога отдельная. Отдельная. Да, чтобы трасса скоростная, и поэтому радиусы только будут вот так выезжать. Вот всего два. Опасение, что прямая дорога от улицы Мира до Ярославского шоссе станет причиной городских пробок напрасно. Для жителей 14, 15 и 16 микрорайонов в будущем планируется обустроить дополнительные выезды в столицу через Осташковское шоссе. А в перспективе Московская кольцевая автодорога сольется с Новоматичинским проспектом. Ну, вообще-то Ярославское шоссе разгрузят. Вот это вот. Ну, Ярославское шоссе сегодня, оно, в принципе, стоит, это два узких места. Вот у моста, у реки Яуза практически здесь нет. И вторая очередь, это от Монинского моста в сторону деревни Тарасовка. Это вторая очередь. Я по ней могу там рассказать по месту, в принципе, но уже аукциона там сыграны, деньги есть. На Тарасовскую обход деревни Тарасовка заложено в бюджете Российской Федерации более 20 миллиардов рублей. И там вовсю есть проект, экспертиза, там работы уже ведутся. Они тоже должны в 2014 году закончить объезд от деревни Тарасовка. Тогда больше пробок по Ярославскому шоссе не должно быть. Транспортная развязка в Тарасовке прежде всего интересна жителям 30-го микрорайона. Там планируется снести 18 ветких домов. Когда на их месте вырастут многоэтажки, нагрузка на Ярославское шоссе увеличится в разы. Реконструкция этого участка сделает дорогу более приятной и для тех, кто направляется в Сергиев Посад. Эти пробки организовываются из чего? Что вот эта дорога, которая идет с города Болошев, вот, она сейчас была только правый поворот. И на кругу у санатория подлипки машина разворачивались, пересекали дорогу, сдерживали. И потом ехали в Москву. Из-за этого были пробки. А в этом проекте теперь тоже строится эстакада. Машины с Болошева будут подниматься на эстакаду и уходить на Москву. А те, которые надо на север, вот, в сторону Сергиева Посада, они будут уходить. И то же самое будем выезжать отсюда удобно. Со второй институтской, когда ехать в город, в Москву, то, соответственно, машины будут подниматься вот на эту эстакаду. Видите? Вот, на эстакаду. И с эстакадой они уже вливаются в эту, вот, здесь, в радиус, и они пошли сюда. И поэтому очень удобно. И на лес технический пород не прямой, а вот, видите, сделали съезд. Он и сюда пошел, и вот сюда. Рабочие уже переносят действующие коммуникации. Для жителей Мытищинского района строительство на этом участке Ярославского шоссе пройдет безболезненно. Переехать придется лишь хозяевам автомойки и АЗС. Что ж, пора подвести итоги эксперимента. На часах 11.04, а машина сворачивает налево к студии ТВ Мытищи. Мы уложились в 15 минут. Часто так бывает, что удается удачно проскочить? Ну, скажем так, половина на половину. 50-50. Нам повезло. В этот раз было мало желающих объехать пробку на Ярославском шоссе через город Мытищи. Сегодня наоборот, видимо, да, не в Москву, а из Москвы. Из Москвы уже на дачу народ начинает тянуться. Поэтому, соответственно, в дни выходные, а в рабочие дни уже, наоборот, пробки в Москву. Вот тогда ты, получается, что тратишь время на эту пробку. Ну, вот мы и приехали. Возможно, в будущем над автомагистралями по воздушным дорогам будут передвигаться персональные летательные аппараты, похожие на те, что рисуют современные фантасты. Во всяком случае, сегодня уже идет речь о строительстве второго этажа над Дмитровским шоссе. Но об этом в следующих выпусках программы «Строительный день». Включайте свой телевизор по вторникам в 20.30. Включайте свой телевизор по вторникам в 20.30.